Добрый день, коллеги. Добро пожаловать на наш вебинар про 5 невыполнимых задач для электронных таблиц. Меня зовут Ирина, и я консультант в компании Tableau. И сегодня мы посмотрим на те задачи, которые сложно выполнить в Excel, и посмотрим, как их можно решить с помощью Tableau. Очень быстро расскажу, как будет проходить сегодня наш вебинар. Итак, сегодня ваш микрофон будет выключен, и чтобы задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь окошком Q&A, которое есть у вас веб-эксе, и пишите туда либо в чат свои вопросы. Сегодня со мной также моя коллега Катерина, которая по ходу вебинара постарается ответить на все ваши вопросы, и также в конце мы оставим 5-10 минут для тех вопросов, которые у вас еще останутся в конце вебинара. Так, давайте начнем. Как вы, наверное, знаете, до сих пор многие организации используют Excel как основной инструмент для анализа данных. Конечно, ни у кого нет сомнений, что Excel – это очень полезный инструмент и отлично решает определенные задачи. Однако вы все знаете, что требования к данным и глубине, и скорости анализа с каждым днем повышаются, и становятся все более очевидными ограничения таких инструментов, как Excel. И сегодня давайте посмотрим, как же Tableau может помочь вам достичь гораздо большего, чем вы на данный момент можете делать с помощью Excel. Итак, мы обозначили 5 основных задач, которые как бы в нашем опыте, с которыми тяжело справляться с помощью одних лишь электронных таблиц, таких как Excel. Давайте посмотрим, что же это для задачи. Прежде всего, как вы, наверное, знаете, с помощью Excel очень сложно анализировать по-настоящему большие данные. Этот инструмент просто не создан для работы с миллионами рядов. Соответственно, что вы вынуждены делать – это делать какие-то выгрузки, разбивать ваши данные на небольшие фрагменты и кусочки, чтобы их было легче обрабатывать в Excel. Соответственно, вам гораздо сложнее получить полное представление о том, что происходит с вашими данными, и охватить все аспекты проблемы, которые вы пытаетесь решить. Также очень затруднительно объединение данных из множества источников. Наверное, все вы сталкивались с тем, что стандартный отчет в ваших организациях может одновременно включать данные, например, о продажах из каких-то CRM-систем, финансовые данные, которые хранятся в эволюционных базах данных, например, данные о посещении сайта из систем веб-аналитики. И очень часто есть потребность объединить все эти данные в один отчет. Ну и давайте посмотрим, как Tableau справляется с решением этих двух задач. Сейчас я открыла Tableau Desktop. Наверное, многие из вас уже знакомы, это наш основной инструмент для анализа данных. И в Tableau Desktop вы как раз-таки выполняете все подключения к данным и подготовку этих данных. Давайте посмотрим, что же возможно с помощью Tableau. То, что вы видите сейчас на экране, это список всех 40, более чем 40 источников, к которым вы можете подключиться напрямую с помощью Tableau Desktop. Как вы видите, у вас есть возможность подключиться, как, например, к реализационным базам данных, ОЛАП КУБАМ, каким-то облачным источникам данных. Ну и, конечно, всеми нами любимые документы Excel, CSV и, возможно, даже база данных Excel. Что хорошо в Tableau, это то, что у вас нет ограничений на количество и объем данных, к которым вы можете подключаться одновременно. Например, вы можете создать прямое подключение к вашему хранилищу данных и получить доступ одновременно к миллиарду строк в одном источнике и анализировать это все в живом режиме очень быстро и легко. Давайте посмотрим, как же Tableau, пример того, как Tableau работает с данными. И для сегодняшней демонстрации я хочу проанализировать данные Всемирного банка. Наверное, многие из вас знают, что Всемирный банк содержит в себе большое количество различных источников данных о основных мировых показателях в абсолютно различных сферах, будь то экономика, образование, окружающая среда. И все эти источники данных, вся информация об этих показателях доступна в открытом доступе для скачивания, например, в формат Excel. И сегодня я хочу проанализировать данные о туризме в различных странах мира. Например, я хочу узнать, сколько туристов ехало в ту или иную страну. Ну и помимо этого, я также хочу знать, какие еще открытия я смогу сделать с этими данными. Я уже скачала данные про туризм в мире с сайта Всемирного банка, и сейчас они у меня находятся в Excel вот в таком формате. Как вы видите, это абсолютно стандартный документ Excel. Все мои данные разбиты по странам и по годам. И в колонках я вижу количество посещений для каждой страны в любой из этих годов. Давайте посмотрим, как я могу подключиться к такому отчету с помощью Tableau. Я опять перейду в Tableau Desktop и подключусь к моему файлу Excel. Когда я загружаю свои данные, Tableau предлагает мне сделать небольшой предпросмотр того, как выглядят мои данные. Ну и как вы, наверное, видите, сейчас они не выглядят оптимальным образом для того, чтобы я могла проводить с ними анализ. Во-первых, в тех местах, где у меня должны быть мои названия колонок, у меня ничего нету, так как вы, наверное, заметили, у меня присутствует в документе название документа, дата и так далее. А колонки начинаются уже немного ниже. Что же мы можем сделать в этом случае с помощью Tableau? Давайте я включу переводчик данных Tableau и посмотрим, как он справится с этой задачей. Буквально за несколько секунд Tableau обработал этот документ, эти данные, и, как вы видите, слегка почистил мой лист. То есть там, где у меня раньше не было названия колонок, сейчас все колонки заполнились названиями, и как бы Tableau убрал ненужные элементы, такие как названия и вот эту вот шапку в заголовке. То есть сейчас, если я перейду на лист один, я вижу с левой стороны все свои данные, разбитые по колонкам, и могу приступать к анализу. Ну, наверное, еще одна задача, еще одна проблема, которая мне пока мешает начать анализ, это то, что все мои года сейчас находятся в разных колонках, что, наверное, не очень оптимально для анализа. То есть мне будет сложно анализировать эти года отдельно. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Я вернусь назад к своему источнику данных и просто выберу все колонки, где у меня находятся данные по годам. И сейчас, если я нажму правой клавишей, я могу просто свести все эти колонки в две колонки. Давайте посмотрим, что получится. Как видите, сейчас все мои года находятся в одной колонке, и все остальные данные, то есть данные о количестве приезжающих туристов, находятся в другой колонке. Я могу переименовать очень легко. И, допустим, спрятать какие-то колонки, которые мне неинтересны. Допустим, я знаю, что я не буду использовать названия индикаторов и какие-то коды, мне они неинтересны, я очень быстро могу их спрятать. И сейчас у меня остается очень такой компактный и удобный для использования документ источник данных. Ну, давайте перейдем назад к нашим данным. Итак, вы увидели, как легко Tableau справляется, во-первых, с подключением к любому количеству данных, а также объединением и очисткой ваших данных. Еще одно ограничение электронных таблиц, таких как Excel, это возможность создания продвинутых визуализаций, визуальных представлений ваших данных. Конечно, мы знаем, что, допустим, Excel имеет встроенные инструменты для создания каких-то несложных, простых диаграмм. Однако, настоящее открытие ваших данных становится возможным при использовании более легкого, интуитивного и расширенного набора визуальных представлений. И одним из примеров таких визуальных представлений может быть, например, визуализация данных на географической карте. Такой тип визуализации обеспечивает очень интуитивное восприятие, так как мы все знакомы с положением страны географической карты, и такое восприятие просто невозможно при использовании сводных таблиц. В табло создавать географические карты очень легко. Как вы видите, все, что у меня есть в источнике, это название страны. Табло распознает, что это географическое измерение, и, соответственно, я могу создавать карты. То есть, если я просто двойным щелчком нажму на название моей страны, я вижу, все страны, которые у меня есть в источнике, все они нанесены на одну большую карту. Я могу добавить сейчас больше информации на эту карту. Например, посмотрю количество въезжающих туристов. Я могу очень легко манипулировать эту визуализацию, сделать ее более удобной и понятной для моих пользователей. Например, слегка отформатировать мои значки, чтобы было легче видно. И, в принципе, мне уже становится кое-что понятно отсюда. Я вижу, что Франция и Испания, наверное, лидеры по количеству въезжающих туристов, но и такие страны, как США, Китай тоже имеют большое количество туристов. Сейчас я анализирую данные по странам. Но, например, я хочу узнать, а сколько же с телом туристов ехало в Европу или в Азию? У меня нет такой информации в моем источнике данных. Все мои страны находятся в одной отдельной колонке. Но что я могу сделать в табло, это загруппировать все мои данные и посмотреть, как же обстоят дела в регионах. Например, я могу выбрать все страны Америки и объединить их в одну группу. То же самое давайте сделаем с Европой. Возьмем, допустим, Европу, Лижний Восток и Африку и объединим все эти страны тоже. И у меня остается, получается, три группы на моей карте. Америка, Европа и Азия и Тихоокеанский регион. Давайте переименуем их. Допустим, здесь назовем Европа, Африка и Ближний Восток. Здесь у меня будет находиться Америка. И все, что осталось, серые кружочки. Это я назову это просто Азия. Но это включается также Австралию. Допустим, сейчас мне не очень нравятся цвета на карте. На сером не очень хорошо видно. Очень легко я могу поменять эти цвета и, допустим, выбрать другую цветовую палитру. И, как вы, наверное, заметили, все эти группы, которые я создала сейчас, буквально за несколько косяков на карте, табло также сохранило их в мою схему данных. То есть, что это значит, что они мне будут доступны для использования на протяжении всего моего анализа. Давайте переименуем эту группу в, допустим, регионы. Ну и сейчас я могу продолжать свой анализ со странами. Как я уже отметила раньше, табло позволяет вам объединять несколько источников данных в одно. Например, сейчас я смотрю просто на количество туристов, которые приехали в ту или иную страну. Но, например, я также хочу узнать, а сколько же зарабатывают страны на туризме. Этих данных у меня нет в источнике. Все, что у меня есть, это количество приезжих. Но у меня есть другой Excel-документ, который я также скачала с сайта Всемирного банка, который содержит информацию о доходах от туризма в той или иной стране. Давайте я подключусь к этому документу Excel. Как вы видите, в этом документе у меня также содержатся все мои страны, года и количество доходов от туризма во всех странах. Сейчас вы видите второе подключение у меня в моей схеме данных. И табло подсказывает мне, что я могу объединить эти источники по полям, таким как страна и год. Я могу включить или выключить любое из этих измерений. Сейчас я, как только я объединяю два источника вместе, я могу, допустим, перетащить мои доходы на цвет и посмотреть, сколько же денег делают каждый из этих стран на туризме. И, как я вижу, больше всего доход от туризма, наверное, в Соединенных Штатах. У меня здесь самый темный кружочек. Чтобы мне было более понятно и легко анализировать эту информацию, я поменяю цветовую гамму. И сейчас, моя догадка подтверждается, США самый красный кружочек и больше всего имеет доходов от въезжающих туристов. Но, например, такие страны, как Франция и Испания, тоже, в принципе, имеют большой доход. То есть, как мы видим, здесь зависимость между количеством приезжих и количеством доходов, которые получает та или иная страна от туризма. Давайте назовем эту карту «Анализ по странам» и будем двигаться дальше. Сейчас, что я хочу посмотреть. Я узнала, какие страны у меня явные лидеры в плане посещений и в плане доходов. Ну, как бы я создала в моем источнике регионы. И сейчас я хочу узнать, какие же регионы являются лидерами по, допустим, количеству приезжающих туристов. Давайте возьмем наше количество туристов в среднем. И сейчас я просто разобью на регионы. Могу очень легко отсортировать. Давайте повернем это. И я вижу, что больше всего туристов приезжает в Европу, Африку и Ближний Восток. А на втором месте у меня находится Азия и меньше всего из всех моих регионов туристов в Америке. Хорошо. Сейчас у меня такое достаточно простое визуальное представление. Я смотрю на диаграмму по столбцам. Но что же еще возможно в табло? Давайте откроем панель «Show me». И что я вижу на этой панели? Табло подсвечивает мне все варианты визуализации, которые я могу использовать в зависимости от выбранных данных. И я могу просто перебирать некоторые варианты и посмотреть, как мои данные будут выглядеть в том или ином визуальном представлении. Ну и, допустим, я остановлюсь на TreeMap и вижу, опять же, ту же самую информацию, но уже немножко в другом виде. Мне легче понять, допустим, зависимость части от целого. Давайте разобьем эту визуализацию и посмотрим, какие же страны в этих регионах у нас лидируют. Ну и, как мы уже раньше видели, Франция является лидером, Испания, также в Италии у нас большое количество туристов приезжает. Я могу чуть-чуть, опять же, поменять эту визуализацию, добавить, допустим, количество приезжающих для контекста и, может, чуть-чуть отредактировать, чтобы было легче считать диаграмму. Давайте назовем это количество туристов в регионах. Ну и, наверное, последний вопрос, который остается у меня к моим данным. А как же менялась картина, в принципе, в туризме и в путешествиях людей из года в год? Как вы уже, наверное, заметили, у меня есть информация в моем источнике разбита по годам. Сейчас табло распознает мой год как строковое значение, но я знаю, что год на самом деле – это число. Давайте я очень быстро поменяю тип данных на число. И сейчас я могу посмотреть количество приезжающих туристов по годам. Я вижу, что во всем мире, в принципе, у меня такой восходящий тренд. Давайте поменяем визуальное представление на линию, например, и разобьем это все по регионам. Здесь у меня очень интересная информация. Я вижу, что, допустим, в Европе и в Азии количество туристов очень сильно выросло за последние несколько лет. Но если я посмотрю на Америку, здесь уклон не такой большой. То есть, наверное, рост не настолько быстрый, как в других регионах. Но чтобы подтвердить эту теорию, давайте посмотрим не просто на количество приезжающих туристов, а посмотрим, как это количество росло из года в год. Для этого я поменяю сумму приезжающих туристов на процент роста или спада. И я хочу посмотреть эту информацию по каждому региону. И сейчас я вижу, что, в принципе, были периоды как роста, так и спада. Ну, в основном, как мы уже видели раньше, происходит рост. Но что интересно, 2009 год был особенно периодом спада для всех трех регионов. Ну, и как вы, наверное, помните, 2009 год – это период экономического спада в мире. И, наверное, это вызвало спад также и в туризме. Но это как бы дополнительный вопрос, который мы можем ответить позже, используя другие источники данных. Давайте добавим для контекста подписи к нашим данным. И я хочу видеть, допустим, самые большие периоды роста и спада в моих данных. Ну, и как вы, наверное, заметили, мы создали буквально за 15 минут три очень быстрых и легких визуальных представления. Нам не нужно было проходить через процесс, а какое же визуальное представление будет оптимальным для меня. Я просто перетаскиваю данные на рабочую поверхность табло, и табло подсказывает мне, каким же образом лучше визуализировать те или иные данные. Я посмотрела на свои данные с точки зрения географии, в каких странах у меня больше всего туристов, в каких регионах. Также посмотрела на периоды роста и спада во времени. Все это очень интересно и очень полезно, но я думаю, чтобы получить полную картину о том, что происходит, я хочу объединить все эти кусочки анализа вместе. И табло очень легко позволяет мне это сделать с помощью интерактивных дашбордов. То есть дашборд – это объединение нескольких визуализаций, нескольких кусочков анализа в единое визуальное представление. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я просто открою новый дашборд. Давайте назовем его «Анализ туризма в мире». И чтобы создать дашборд, все, что мне надо, это просто перетащить на вот эту пустую поверхность все мои элементы анализа. Например, я начну с карты. Также могу добавить сюда в любое место моего дашборда мои анализы по регионам и, допустим, периоды роста и спада. Я могу очень быстро поменять некоторые элементы этого дашборда, чтобы все выглядело красиво и было легко читаемо для моих пользователей. И, как видите, буквально несколько секунд, и все мои визуальные представления находятся на одном общем дашборде. Но, я думаю, больше всего ценности, ценность больше дашбордов в том, что помимо того, чтобы просто смотреть на все эти визуализации отдельно на одном листе, вы можете настраивать связи между этими дашбордами. То есть вы можете делать их интерактивными. Например, я могу взять свою карту и, нажав одну кнопочку, использовать эту карту как фильтр. И что сейчас происходит, это я могу выбирать страны на карте, например, США, и смотреть, как все остальные элементы у меня меняются в зависимости от выбора элементов на карте. Сейчас я могу видеть, допустим, периоды роста и спада для Соединенных Штатов Америки или поменять и выбрать несколько стран. И смотрю уже, как в Европе у меня менялись количества туристов. Ну и последняя и очень важная задача, которая позволяет вам очень легко сделать табло, это всегда иметь доступ к наиболее актуальной, наиболее свежей информации. Я думаю, вы согласитесь, что ваш анализ представляет ценность только до того момента, пока данные в нем актуальны. И табло, вы можете настроить ваше подключение к данным таким образом, что каждый раз, когда вы открываете дашборд, все изменения, которые произошли в источнике данных, автоматически будут отражаться в ваших дашбордах в табло. И вашим аналитикам, пользователям не нужно будет каждый раз вручную обрабатывать весь объем данных заново. Спасибо большое за внимание. И в конце, в завершении всего, хотелось бы сказать, что мы не говорим вам, что таблицы Excel и любые другие виды электронных таблиц не имеют места быть. Наоборот, вы можете очень легко продолжать использовать Excel и другие электронные таблицы и интегрировать их с более продвинутыми решениями для визуализации и анализа данных. И таким образом получить максимальную глубину вашего анализа. Также сейчас вы видите доступные материалы на нашем сайте. Вы можете скачать статью про то, о чем мы сегодня говорили, и бесплатную версию табло на 14 дней, которая тоже доступна на нашем сайте. Спасибо большое за внимание. И сейчас я прервусь на одну минуту, чтобы посмотреть, остались ли какие-то неотвеченные вопросы. Спасибо. Спасибо. У коллег появился вопрос, есть ли возможность менять визуальное представление карт. Давайте посмотрим, какие в табло есть возможности. То, что вы видите сейчас, то, что мы смотрели в ходе вебинара, это стандартная подложка карт, которую нам поставляет OpenStreetMaps, ProviderCard. Здесь есть некоторые моменты, которые вы можете менять. Например, если вы перейдете в меню карт и выберете MapLayers, вы можете менять стиль карты прежде всего, то есть чуть-чуть менять подложку, например, на светлую или темную подложку. И также добавлять дополнительные слои на эти карты. Например, посмотреть название стран и регионов, либо название улиц, даже если вы приблизитесь в определенные города. Помимо этого, в табло есть интеграция с сервисом MapBox. С помощью этого сервиса вы можете подключаться либо к набору стандартных карт, которые уже созданы для вас в MapBox, либо создавать свои карты и подключаться к этим картам через табло. Давайте посмотрим очень быстро, как это работает. Все, что мне нужно, это мой токен, который у меня есть в моем аккаунте MapBox. Если я сейчас вернусь к табло, я могу очень быстро, за секунду интегрировать табло с моим аккаунтом MapBox. И, как вы видите, это только один из вариантов карт, которые доступны в MapBox. Я могу, например, поменять это на что-то более интересное, допустим, спутниковая карта. И все эти варианты доступны бесплатно до определенного уровня количества запросов. И также, что хорошо в картах MapBox, это то, что все названия, как вы видите, на локальном языке. То есть, допустим, названия для России, названия городов и улиц внутри городов – все на русском языке. Также остался еще один вопрос про вычисления в табло. Можно ли создавать свои вычисления в табло? Да, конечно, в табло очень легко можно создавать свои вычисления. И эти вычисления очень похожи по синтаксу на Excel. Чтобы создавать вычисления, вы можете перейти в меню и создать калькулируемое поле. И вам откроется окошко, где можно писать свои вычисления. Как вы видите, с правой стороны вы можете увидеть все функции, которые доступны в табло. И если кликнуть на любую из этих функций, во-первых, вы видите пример того, как должен выглядеть синтакс для этой функции, и краткое описание, как и для чего ее использовать. Ну и, допустим, здесь я могу написать количество приезда, или давайте посмотрим количество доходов на туриста. Как только я написала калькуляцию, табло подтверждает мне, что калькуляция создана правильно. И сейчас это калькулируемое поле сохранилось у меня в модели данных, и я могу его использовать, как любое другое поле. Например, посмотреть по странам, какой же у меня доход на каждого туриста. Также появился вопрос, где можно пройти краткий вводный курс. Давайте я покажу вам наш сайт, табло.ком. На нашем сайте есть очень много ресурсов. И как для начинающих пользователей, так и для более продвинутых пользователей табло. Если я захожу на табло.ком, есть целая секция, которая называется «Learning». То есть это все доступные материалы для изучения табло. И я советую обо всем начать с секции «Free Training Videos», бесплатные видео. Если я открою эту секцию... Как видите, здесь доступны буквально по каждой теме где-то до 10 видео, которые покрывают все основные аспекты табло. Например, вы хотите узнать больше про то, как работать с картами в табло. Можно открыть секцию «Mapping» и посмотреть видео по всем темам, которые касаются карт. И то же самое по всем другим темам табло. Ну и, конечно, начинать всем следует с видео «Getting Started», который 23 минуты и покрывает все основные аспекты для того, чтобы вам начать работу с табло-десктоп. Также отсюда вы можете перейти в «Statue Kit». То есть это набор каких-то инструментов, которые вам помогут начать работу с табло. И отсюда вы можете... Пошаговая инструкция, как лучше всего работать с табло, со всеми ссылками на ресурсы. То есть это очень хороший первый шаг в вашей работе с табло. Коллеги, спасибо всем большое за то, что присоединились сегодня к нам. К сожалению, наше время истекает. И если у вас остались какие-то неотвеченные вопросы, пожалуйста, обратитесь к вашему представителю в компании «Табло», и мы будем очень рады вам помочь в режиме офлайн с любыми вопросами. И также был вопрос про то, будет ли доступна запись. Да, запись будет доступна, так что вы можете показать вебинар вашим коллегам. Спасибо большое и хорошего дня, хороших выходных. Спасибо. 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 Спасибо.